Дедушка Мороз, вы быстро не сможете дойти до вашего домика. У ваших юных друзей к вам несколько желаний. Главный волшебник Нового года пришел на открытие зимней сказки. И не только он. Более 7 тысяч человек лишь в первые часы работы развлекательной площадки захотели посмотреть на самый большой каток региона. Те, кто остались в этот день дома, тоже были в курсе происходящего. Новое нижегородское телевидение на протяжении двух с половиной часов вело прямую трансляцию со стадиона Нижний Новгород. Место выбрано не случайно. Наследие Чемпионата мира по футболу позволяет устраивать и такие массовые события. Мы все помним прекрасно летнюю сказку «Наш Чемпионат мира». И, конечно, хочется, чтобы эта атмосфера праздника, которая пришла в наш город в 2018 году, сохранялась, даже несмотря на то, что футбольный сезон закрылся. Поэтому то, что возле стадиона на новом пространстве будет такое замечательное место приведения досуга, это, конечно, замечательно. «Наша задача сделать так, чтобы нижегородцы тянулись больше к спорту. Создать соответствующие условия, предоставить инфраструктуру, возможность зарядить, увлечь, дать понять, что все это можно и нужно делать. Даже на такой территории, которая возле стадиона находится, и, казалось бы, она не то чтобы непригодна, но ее сложно как-то раскачать». Не смогли пропустить открытие и хоккеисты команды «Торпеда». Они подарили нижегородцам атрибутику своей команды. «Я думаю, в ближайшее выходное я со своей семьей сюда приду, и мы пройдем приятное время». Камеры на телефонах включены, дети на плечах у отцов. Шоу заслуженного мастера спорта России Илья Вербуха впервые проходит на территории футбольного стадиона. Фигуристы выполняют сложнейшие элементы, и это несмотря на минус 11 градусов. «Для нас это несвойственная история, и нам достаточно тяжело дышать, когда ты катаешься, холодный воздух, он обжигает легкие. Для нас это тоже не первый опыт, далеко не первый опыт, и ребята уже умеют выступать на улице, поэтому то, как тепло принимают зрители, нас согревает». Не испугал мороз и горожан. Атмосфера на площадках теплая, гостеприимная и даже волшебная. Кстати, «Зимняя сказка» обещает задержаться в Нижнем Новгороде до 10 марта. «Мне очень нравится, я вообще фанатка с молодости фигурного катания, очень люблю». «Я никогда не видела фигурное катание вживое, очень хотелось увидеть». Илья Вербух называет каток главным местом зимних встреч и говорит, что на такой лед нужно приходить с друзьями, парой и, конечно же, семьей. Стоит отметить, что и размеры катка с натуральным льдом внушительные – 10 тысяч квадратных метров. Нижний Новгород дарит так много праздничного настроения впервые. «Не знаю, есть ли где-то в столице каток на фоне такого прекрасного чудесного стадиона и в месте, где сливаются две великие русские реки. Все, кто нас смотрит, дети, берите своих родителей в охапку и на каток». Особую атмосферу создает рождественская ярмарка. Вход на нее бесплатный. А эти красно-белые домики напоминают – праздник совсем близко. Главный каток региона на стрелке официально открыт. Приходите в будние и выходные дни. Тут готовы делиться новогодним настроением. Одновременно на площадке может находиться три тысячи человек.